Всем привет! Уже не первый год я слышу много положительных отзывов про движок Godot. Я долгое время старался не замечать этот движок по причине того, что являюсь сторонником Unity. И вот даже тот же Unreal Engine мне не так сильно нравится, как Unity. На эту тему я еще выскажу свое мнение в этом видео, но пока давайте поговорим про Godot. Я реально замечаю большую поддержку со стороны сообщества Godot, и мне часто и много пишут в комментариях, чтобы я снял видео на эту тему. Скажу сразу, что этот движок для меня является чем-то новым, чем-то еще неизведанным. Но это даже более интересно, ведь это как некий челлендж, который я могу поставить перед собой и выполнить. В общем, в этом видео я вам расскажу, почему Godot набирает вешеную популярность, какие моменты этого движка мне понравились больше всего, а также обсудим извечную тему, а именно, что же выбрать новичку. Сперва предыстория. Я уже долгое время занимаюсь играми на движке Unity. Я люблю этот движок, несмотря на разные его косяки. Мне нравится относительная простота создания игр на его основе, а также нравится графический интерфейс, что позволяет быстро создавать дизайн любой игры. В Unity я могу разработать игру, исходя только из своих сил, в то время как Unreal Engine или CryEngine или во многих других движках практически невозможно разработать игру в одиночку. По сути, благодаря этому Unity и стал таким популярным, так как дал возможность разработки игр любому желающему. Больше не нужно иметь команду, чтобы создать крутую игру. И оно на самом деле так и есть. На основе Unity я создал много игр, как для себя, так и для большой аудитории. Я даже запускал несколько проектов вместе с игровыми паблишерами, которые берут на себя весь процесс рекламы и продвижения, а я беру на себя весь процесс разработки игры. В общем, Unity открыл в свое время новые горизонты и сделал разработку игр возможной для всех, у кого есть лишь компьютер, интернет и телефон. Сейчас я наблюдаю за рождением новой эпохи, а именно за становлением компании Godot. Дело в том, что Unity был прекрасен на момент его релиза. Он обладал всем, что только нужно. Сегодня он по-прежнему на вершине, но из-за своего статуса он не может принимать большие креативные идеи и быстро меняться в зависимости от рынка. Unity это большая компания, по примеру, огромного лайнера, который сдвинуть в другое русло достаточно сложно. Unity не может столь же быстро меняться и подстраиваться под разные тенденции современности, как например та же компания Godot. Итак, чем же хорош движок Godot, рассмотрим несколько ключевых положений. Godot является полностью бесплатным игровым движком. Можно сразу сказать, что и Unity и Unreal тоже предлагают бесплатно свои движки, но есть существенная разница. Они оба предлагают бесплатно движки, но в определенный момент, и вам все равно придется за них платить. В Unity цена стартует от 100 долларов за версию Pro, и вам придется платить эту цену, если ваши игры приносят более 100 тысяч долларов в год. В Unreal нужно платить 5% от прибыли, если сумма дохода больше чем 3 тысячи долларов. И да, если говорить про Unity, то чем больше вы захотите функций, например, командная работа над проектом, облачным хранилищем, добавлением плагинов и прочим, то тем больше вам потребуется платить. Unreal примерно такой же имеет функционал, но там и за 5% от дохода, то сторонние покупки не являются первостепенно важными для компании. В свою очередь году он действительно полностью бесплатный, а это означает, что никаких вводных знаков, никаких эмблем на вашей конечной игре не будет, при этом за это вам ничего не перейдется платить. У вас просто будет игра и лишь с вашими логотипами. На этот момент я бы не обратил никакого внимания, если бы Unity постоянно не уменьшал количество поддерживаемых языков. Поначалу в Unity можно было использовать язык Unity Script, который по сути был схож с JavaScript. Можно было использовать диалект языка Python, язык Boo, а также можно было писать с использованием C Sharp. Сегодня из всего этого остался лишь C Sharp, остальные были отключены из поддержки самой компании Unity. В Unreal Engine выбор поменьше, но зато куда интереснее. Вы можете выбрать графическое программирование, когда вы просто перетягиваете блоки и тем самым создаете функционал игры, а также в Unreal можно писать код на языке C++. Гадо в этом вопросе себя чувствует лидером. Он позволяет создавать игры, используя графический интерфейс, но также можно писать игры за счет года скрипт, это как некий аналог языка Python. Также можно использовать C++ или же C Sharp для написания модулей. И плюс еще можно использовать GD Native. GD Native он позволяет создавать надстройку и использовать практически любой интересный для вас язык программирования. Такое разнообразие прекрасно воспринимается сообществом, ведь каждый может подобрать тот язык, на котором ему удобно было писать до того, как он решил уйти в создание игр. Правда, я так думаю, что Гадо уберет множество языков из движка по мере роста компании, так как чем больше языков, тем больше нужна команда для их поддержки. В этом не будет смысла, так как будет 50 или даже 100 людей, что будут писать один и тот же функционал для движка, вот только под разные языки программирования. Хотя, может я ошибаюсь, и такая поддержка останется у них еще очень надолго. Этот пункт является достаточно субъективным, ведь кому-то нравится, как выглядит Мерседес, а кто-то был бы не против прокатиться на Fiat Multipla. В любом случае, отрицать тот факт, что Гадо имеет хороший интерфейс, не стоит. В интерфейсе можно разобраться за пару минут. Он не перегружен множеством вкладок и настроек, что делает его приятным на первый взгляд. Все необходимые вкладки находятся поблизости, и для создания игры вам хватит стандартных настроек движка. Unity и Unreal это гиганты, и занимают они гигантское количество места на компьютере. Вроде пустяк, но все владельцы макбуков меня сейчас поймут. Владельцы Windows схожи на миллионеров в плане свободного места. Они могут позволить себе отделить 50 гигабайт на видосики сдачи, 50 гигабайт на звуки из этих видео и остальные 2 терабайта на все остальное. Да, на Mac тоже можно поставить большой объем, но благодаря политике цен компании Apple, то обычно все покупают минимальный объем. Мне, например, постоянно приходится что-то переносить на удаленный диск или подчищать систему. В общем, когда я понял, что Godot весит всего около 50 мегабайт, то явно понял, что этот пункт я вынесу в топ его плюсов. Godot схож с движком GameMaker в плане простоты написания кода. GameMaker заявляет, что он вообще движок, на котором можно делать игры без знания программирования, что отчасти является правдой, а отчасти нет, ведь программирование может и не нужно знать, но вот методы, что используются внутри движка, знать нужно. Godot в этом плане схож с GameMaker. Это, пожалуй, один из простейших игровых движков в плане написания кода, что я когда-либо видел. И раз я решил сравнить с GameMaker, то нужно явно выделить большую разницу между этими движками. GameMaker позволяет создать лишь 2D проекты, а Godot может позволить вам создать как 2D, так и 3D проекты. Практически со 100% уверенностью я могу вам сказать, что про Unity никто не забудет и по-прежнему будут им пользоваться. Откуда такая уверенность, спросите вы? Давайте приведу простой пример. Язык Java уже как морально, так и физически устарел. Он имеет сложный и запутанный синтаксис, его многие ненавидят, а те, кто любят, то называют себя чуть ли не мазохистами, ведь на нем реально сложно писать. Так вот, на смену языка было придумано уже множество решений. Например, для Android был придуман язык Kotlin, который по всем параметрам лучше, чем Java. Но вот вопрос, а почему он не заменил полностью Java, и почему мы все еще слышим про него? Все просто. Дело в том, что на Java написано множество проектов, которые требуют поддержки. Также многие по классике используют что-то мощное и что-то проверенное. Да и плюс компании зачастую доверяют чему-то проверенному и ищут именно Java разработчиков. К чему я это говорю? На Unity уже создано такое количество проектов и работает такое количество студий, что даже если будет создано еще 50 или 100 игровых движков, то Unity все равно будет по-прежнему на верхушке или хотя бы будет пользоваться спросом. Многие, как и возможно я, будут использовать его по привычке, так как уже все знакомо и уже куда проще создать что-то внутри него, нежели изучать некий новый движок по типу движка Godot. Если вы еще не создавали игры, то тогда вам действительно есть смысл обратить внимание на движок Godot. Если говорить про меня, то пока я не готов перейти на Godot. Кроме того, скорее всего, при масштабировании кампании Godot постепенно будет превращаться в Unity, убирая поддержку языков, делая интерфейс более запутанным и так далее. Так происходит по причине увеличения функционала, а также из соображений нужды в поддержке разных сопутствующих технологий. Я постараюсь сделать видео на тему Godot, но чтобы у меня было больше мотивации, то не забывайте поставить лайк на это видео. И еще момент. Если вы уже хотите начать разрабатывать игры, то хочу предложить вам мою большую программу по изучению Unity. Я действительно горжусь этим курсом, так как в ходе программы вами будут изучены все необходимые аспекты, чтобы по окончанию курса вы смогли либо начать делать игры для себя, либо пойти и устроиться куда-либо в компанию. Я много сил и времени потратил на создание курса, и плюс мы постоянно занимаемся его поддержкой и обновлением. Так что с чистой совестью могу его вам порекомендовать. Ссылка на программу обучения по Unity будет в описании к этому ролику. В завершение хочется сказать, что заниматься разработкой игр можно даже и без игрового движка, как например в одном из роликов я делал игру на лишь языке Python. Главное это желание. Сейчас, если вы хотите начать делать игры, но не знаете с чего начать, то начните с изучения какого-либо языка программирования. Главное начать, а не сидеть и думать, что же выбрать. На этом же у меня все. Помните, чем больше лайков, тем более скоро выйдут видео по ГОДО. Так что надеюсь на вашу поддержку. А пока не забывайте подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте. До скорых встреч. Пока.